Существует статистика, что каждый год в мире гибнет меньше народу от встреч со львом или носорогом, чем от встреч с буйволом. Нужно напомнить, что это самое мощное и крупное копытное животное на планете. Его рост иногда достигает двух метров, а вес может быть больше тонны. И чем взрослее животное, тем он тяжелее, свой вес они наращивают все время. Но невзирая на свои огромные габариты, буйвол очень быстро бегает, развивает скорость до 60 км в час и отлично умеет прятаться. Если при опасности буйвол не успел убежать, он тут же наступает на противника, а помогают ему здесь хорошее обоняние и острый слух. Преодолеть этого зверя фактически невозможно. Кроме того, что животное агрессивно, оно еще имеет очень толстую кожу, толщиной больше двух сантиметров. Ее пробить практически невозможно. Живут эти копытные только на африканском континенте. Пасутся буйволы на пастбищах с вкусной и питательной травой. Для обитания они выберут места с водой подальше от людей, а прячутся в тенистых лесах. Не очень рады буйволы и любым иным соседям. Очень редко кто-то другой из фауны может забрести в их владение. Этим правом могут воспользоваться только птицы. Их и зовут буйволовые. Они помогают животным освобождаться от надоедливых насекомых. Несмотря на то, что буйволы являются стадными животными, иногда их можно увидеть и в одиночестве. Места для проживания такие особи обычно выбирают на всю жизнь. А вот стадо буйволов постоянно передвигаются, так как ищут себе пищу. Ежедневный объем пищи буйволов в сутки составляет около 2,5% от его массы тела. А вот воды выпивать он должен до 40 литров. В противном случае животное будет быстро утрачивать массу и слабеть. В стаде буйволов, как и у других животных, за каждым закреплены свои обязанности. Щитом стада являются взрослые самцы, которые перемещаются по границам своей территории, а при опасности быстро вступают в борьбу. Самки обычно находятся внутри стада и опекают своих малых телят. Здесь они защищены больше всех и полакомиться ими вряд ли кому удастся. Наиболее беззащитны маленькие только что родившиеся телята в первые часы жизни, так как рожает их самка вдали от основного стада. После рождения она ждет какое-то время, пока детеныш встанет на ноги и сумеет идти за ней. Живут африканские буйволы примерно 20 лет, но в неволе этот срок составляет около 30 лет.